Книга «Открытым оком». Тема женщины. Шестой том. Вопрос 1573. «Могли бы вы составить какое-нибудь, хотя бы маленькое руководство, инструкцию для молодых девушек, чтобы им не быть обманутыми? Очень уж часто сегодня они попадают в затруднительное положение. В полном смысле в положение. Попадают и пропадают», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Наши рассуждения и советы касаются только верующих христианок. Для неверующих, живущих по стихиям мира, это прямо противопоказано, так как у них у всех четкая программа удовлетворения прихотей и похотей своей молодой плоти. Эти земные дочери мыслят только о земном, им нужны иные знания, как уловить богатого, красивого, знатного, и потом, как удержать его при себе. Мудрость божественную, знания для вечности мы проповедуем для пользы принимающих, любящих оные». Варуха 3.23. Сыновья Агари искали земного знания, равны и купцы Меры и Фимана, и баснословы и исследователи знания, но пути премудрости не познали и не заметили стызей ее. Если бы в христианских семьях девушки имели воспитание строгое, как у мусульман, то вопрос и не стоял бы, что и как ей делать, так как за нее это сделают старшие, а она должна только слушаться их. Но на наших эмансипированных «евушек» этого не распространили, и они в семьях верующих воспитаны хуже, чем в семьях даже у неверующих. Там хотя бы бьют их, чтобы они были послушными. Там хотя бы негласный, безбожный домострой действует, а у верующих и этого нет. Они настолько вольно себя ведут, говорят, что хотят, идут куда заблагорассудятся и знакомятся с кем угодно и даже наедине. Сирахова 43.9.11. Дочь для отца тайная постоянная забота, и по печенье о ней отгоняет сон. В юности ее как бы не отсвела, а в замужестве как бы не опротивила, в девстве как бы не осквернилась и не сделалась беременную в отцовском доме, в замужестве, чтобы не нарушила супружеской верности, и в сожительстве с мужем не осталась бесплодной. Над бесстыдной дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчей в городе и упреком в народе, и не осрамила тебя предобществом. Выдавать замуж нужно как можно раньше. Как закон церковный и гражданский это разрешают. Если же до 30 лет не вышла замуж, то нужно бы засушить все мечты об этой яме и сидеть под своим деревом, потому что у такой уже характер вполне сформировался, и если она притом крепко верующая, то у нее уже на все есть свои взгляды. Она вполне самостоятельно может разбить любого кандидата. Найдя в нем недостатков больше, чем ей видеться в ней самой, она знает все и решительно, как железная леди Тэтчер. А если еще и страха Божия у такой недостаток, то у нее в достатке и ехидство, и ирония, и она этим сразу же распылит свои аэрозоли, свой запах, свои взгляды, мнения. На его у Мишка жар влечения прогорит так быстро, что еще и пепел не загаснет. Как она будет искать дорожку к матери, повторит в точности биографию своей мамаши. Если ей предначертано быть с кем-то и окончить жизнь под добрым владычеством спутника, то она не должна его выбирать под взгляду очей своих, но в молитве и по тщательном совете с глубоко верующими братьями и сестрами. И, конечно же, он должен быть только глубоко верующим и только христианином, иначе от этой овечки останутся только рожки да ножки. Иной мирской искусник и охотник за юбками так изощрился в коллекции бабочек, что готов охотиться за нужной год и два, будет и креститься, и молиться, чтобы на своей булавке рассматривать новую жертву доверчивости. Бытие 34.1.2 Никогда и нигде, тем более в сумеречное или ночное время, не ходить одной, ни с кем из неверующих не заводить знакомство, не пытаться такому ухажеру свидетельствовать, якобы пытаясь обратить его ко Христу. Это совершенно дохлый номер, чтобы создать, вылепить из волка образ христианина из того, о ком вожделеет девушка. Просто она лихорадочно подставляет гнилые подпорки под обвал, собственно, своей жизни, и в сознании она еще цепляется за веру. А в умишке ее уже кучерявится этот врач или преподаватель, для студентки, кажущейся таким умным и ласковым. Но это только пока ты на уровне с ним. Но как только допустишь его прикоснуться к себе, ты уже не своя. А для него нет никаких границ. Этот путь прошли уже миллиарды до тебя. Библия дает инструкцию для молодых людей, для мужчин, не разговаривая с женщинами. Но к ней все это относится, и при том в более усиливающейся пропорции. Сирахова, 10.10. Отнюдь не сиди с женою замужнею и не оставайся с нею на перу за вином. Если девица по-настоящему верующая, то ей наши советы будут на пользу. Она только еще больше укрепится в своем твердом убеждении во всем доверяться Богу. И лучше держаться мысли, чтобы вообще не выходить замуж, но посвятить жизнь свою для Христа, Бога истинного. 1 Коринфянам 7, 33, 35, 38. Женатый заботится о мирском. Как угодить жене? Есть разность между замужнею и девицей. Незамужняя заботится о Господнем. Как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом? А замужняя заботится о мирском. Как угодить мужу? Говорю, это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Причина выходить замуж главная. В погашении огня. А что за этим последует? О том и думки нет. А там дети, болезни, скорби. 1 Коринфянам 7, 28. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Никому еще не пришлось встретить и даже слышать про то, чтобы верующая вышла замуж за неверующего, и чтобы она потом была бы счастлива в браке. Это даже теоретически невозможно. Несчастнее этой кукушки даже вообразить никого невозможно. Хотя она некоторое время пытается даже приобщать его к своей вере. А он? Он готов и повенчаться, и статую Христа поставить, и крест над крышей воздвигнуть, как в Камагрядэше командир Марк. Веру обращают языком, проповедью, только этим членам. Но есть метод приобщения к своей вере по-старобрядчески через смешанные браки. Каким же членам тела думают обратить в таком случае веру платоугодие? Блаженно не начало, а конец всякого дела и всей жизни нашей. Пробудившаяся совесть будет жечь в вечности, заутерянная в совести. Как потратили свое время, отпущенное для спасения? Спали или трудились? Сон и блуд идут в обнимку. Много спим, мысли будут земными, отхожими. 2 Коринфянам 6, 14-18. Не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог. Селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Что мне она, ни жена, ни любовница, и ни родная мне дочь? Так отчего ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь? Спать не дает от того, что мне грезится, молодость в душной тюрьме. Вижу я своды, окно за решеткою, койку в сырой полутьме. Скойки глядят лихорадочно-знойные, очи без мыслей и слез. Скойки висят чуть не до полу темные, космы тяжелых волос. Не шевелятся ни губы, ни бледные руки на бледной груди, слабо прижатые к сердцу без трепета и без надежд впереди. Что мне она, ни жена, ни любовница, и ни родная мне дочь? Так отчего ж ее образ страдальческий спать не дает мне всю ночь? Полонский Я.П.